слушаю ну и продолжает тему про цирк вот не могу не может сегодняшняя повестка нас оставить ссс это но без этой новости есть в карачаево-черкесии такая станица преградная и живет в этой станице ирина никифоряк со своим мужем двумя инвалидами первой группы и десятилетним ребенком и вот как я понимаю не так давно ее мужем мобилизовали и осталась ирина никафорюк с двумя инвалидами первой группы десятилетним ребенком 1 тяжело в станице но власти пообещали что могут может забрали это самое мы в общем тебе для бани дров значит привезем у нее там значит нету ни ванны не душа мыться приходится в бане и вот для этой бани ей власти пообещали дрова и в итоге вместо обещанных дров супруги мобилизованы из карачаево-черкесии привезли два билета в цирк и все а вот просто интересно вот эта власть так прикалывается или вот как вот и вот эти два билета в баню затопить надо с двумя инвалидами чтобы вот помыться два билета в цирк дешевле чем привезти обеспечить дровами или решить какие-то бытовые проблемы то что дешевле для власти является определяющим правильно потому что вопрос экономии на собственных гражданах является наверное в этом плане определяющей идеей и вектором и поэтому это воплощается на различных уровнях но не интересует другое ну понятно же что вот эта тема для власти сейчас является принципиальной эта тема для власти сейчас является самой ключевой они пытаются добиться от общества некой солидарности некого сплочения что с реального и идеологического и фактического положения невозможно нельзя примирить классы с их антагонистическими непримиримыми противоречиями нельзя грабители и ограбленных заставить друг друга любить они друг друга ненавидят ну по крайней мере ограбленные грабители вполне себе почему нет но это очень наивная и невыполнимая задача но сейчас власть в этом нуждается как никогда им нужно убедить общество отбросить противоречия и в тот момент когда но идут такие однозначные обещания это публично идет да и вот как мы дровами вас обеспечим и новым жильем не освободим от кредитов не коммуналку вам простим не какие-то там значит действительно серьезные вклады вашу жизнь сделаем а дровами обеспечим в газовой сверхдержаве блин и после публичных заявлений власть показывает что она обманула что она наврала естественно вываливаясь и в публичной плоскости распространяясь и ну просто в геометрической прогрессии захватывая вот новое новое информационное пространство люди высказывают солидарность и эта новость резонирует понятно что эта тема бьет по задаче власти я убейте не понимаю почему в этой ситуации они не делают публичных вот не просто порк да публичных а ну конкретных мер чтобы чиновников которые не справились с этой первоочередной задачей почему они их не выгоняют не привлекают к ответственности не выносят дисциплинарки почему по этому поводу ежедневном режиме не выступают мэры губернаторы прокуроры администрация президента верховный суд почему власть не использует этот механизм ведь это во многом во первых выбил бы почву для скептиков на те кто ну как критикуют власть потому что видят ее истинное лицо ну согласитесь знаете вот произошла бы подобная ситуация и чиновник который взяли на себе такие обязательства и не выполнили вот билетиками в цирк ограничились да вызвал бы губернатор да и публично уволил их еще и написал заявление значит попросил взять под личный контроль там руководителя прокуратуры возбудили бы дело и вы реально привлекали к ответственности за саботаж или там я не за халатность какие у них могут быть на здесь составы и ну как ты вот это покритикуешь да руку условно говоря кто-то пожмет и скажет там молодцы но вы представляете даже в такой непростой критический для власти момент они своих не сдают они не готовы даже с маленькими винтиками этой системы распрощаться потому что эти винтики для них гораздо важнее в глобальном широком смысле эти винтики дают нужные проценты на выборах эти винтики обеспечивают сбор налогов эти винтики если нужно подавляют несогласных оппозиционеров там борется свободой слов журналистика и так далее и вот это для власти по-настоящему важно то что они неэффективны то что у них нету там каких-то созидательных там каких-то правильных заслуг там заделав достижений это плохо конечно да но власти это не волнует то что у них есть стратегический вопрос вопрос сохранения своего положения и вот эти чиновники которых гнать поганой метлой нужно если чиновники вносят свою лепту власть своих не сдает и на этом примере даже в этом максимально катастрофичное для них время они это показывают они не будут менять своих принципов чтобы не произошло хотя хорошему как я еще раз повторюсь да как я только сказал это же реально несложно это же не в правительстве там перестановки делать или там на уровне руководства региона что тоже было по хорошему правильно да это же просто какие-то ну скажем так рядовые муниципальные уровни где ну я не знаю но если даже не глава но исполнителей если они будут вести себя таким образом что же будет некий сигнал для государственной машины что значит так должно быть везде а что произойдет если власть будет запугивать на своих верных исполнителей это приведет потому что система будет разбалансирована на система начнет сыпаться люди в страхе начнут ну просто бежать от всего этого и как в этом случае угнетать собственный народ это не очень важно поэтому и Продолжение следует...